Большой всем телене привет, с вами на связи Аркадий и Толкенвейд. На дворе у нас суббота, а это значит новости недели по игре Genshin Impact уже в эфире. Эта неделя выдалась достаточно горячей на новости, поэтому давай усаживайся покомфортнее, наливай себе чайку и давай посмотрим, что же произошло вокруг нашей игры на этой неделе. Начнем пожалуй с того, что вчера у нас прошел стрим разработчиков, на котором нам анонсировали абсолютно все, что нас ожидает в версии 2.7. И честно говоря, ожидает нас не сказать то, что такое уж море контента. Парочку достаточно интересных ивентов, многие из которых повторяются, либо же дополняют прошлые механики, а также бесплатное 4-звездочное оружие. Кстати, если ты пропустил промокоды, то обязательно напиши про это в комментариях. Очень грустно будет за этим наблюдать. По итогу, лично мне кажется то, что разработчики все силы бросили уже на выход обновления 2.8, а 2.7 так и окажется просто проходным, не более того. В любом случае, нам остается только дожидаться первого числа, когда это обновление выйдет в эфир, и мы сможем насладиться хоть каким-то, но самое главное, новым контентом. Точно так же, на стриме разработчики анонсировали новый свой мерч в коллаборации с компанией Фанко. И разработчики выпустят вначале три фигурки. Это станет фигурка Люмин, это станет фигурка Итера, а также Пайман. Далее уже будут фигурки Хиличурла, Делюка и некоторых других, но сначала будут все-таки главные герои. Пока что фигурки заказать невозможно, можно подписаться на их выход и получать более подробную информацию непосредственно от компании Фанко. Но если тебе нравится китайский мерч по игре Genshin Impact, то мы совершаем разнообразные закупки на разных сайтах, включая официальный. Первая закупка уже закончена, но потихонечку можно собираться во вторую. Если тебе интересно, ссылочку на наш телеграм-канал я оставил в описании. Наши замечательные японцы очень сильно любят гача-автоматы. И гача-автоматы по Genshin Impact там уже не в новинку. Но теперь туда добавили новый лут, и можно будет получить себе в награду разнообразные стенды, плюши и тому подобному. Ну что ж, можно порадоваться за японцев, хоть где-то гача процветает лучше, чем у нас в России. Ну, по крайней мере, у нас можно просто зайти и купить себе то же самое просто за рубли, но там подогревает интерес все-таки гача-механика. Никогда не знаешь, что ты получишь. Видео с новостями недели на прошлой неделе не так особо вам сильно зашло. И поэтому давайте попробуем задать такой вопрос недели. А что тебе больше всего нравится и не нравится в моем контенте? Давайте попробуем улучшить его, чтобы больше людей смотрели его. Пиши свои пожелания и комментарии в описании. И лучшие из них, конечно же, будут добавлены в следующий ролик. Как вам всем сейчас известно, у нас проходит ивент в нашем Чайнике Безмятежности. Там необходимо крафтить разнообразную еду и предлагать ее компаньонам, которые проживают у нас сейчас в Чайнике Безмятежности. И игроки заметили достаточно интересную, но приятную маленькую особенность. Как вы знаете, сначала мы имеем Райден, именно старую версию, точнее робота. Уже потом Райден становится Эй, настоящей, которая пребывала в некоем мире. И самое главное то, что пока игрок не прошел специальный квест, когда Райден меняется, то ответы на вопросы при предложении еды у нее будут как от робота. А потом уже как от живого персонажа. За это, конечно же, большой и низкий респект и поклон нашим разработчикам. Они любят вот такие вот маленькие детали вносить в нашу игру. Выглядит действительно сказать то, что сделали и сделали, но это было озвучено и добавлено в игру ради маленького ивента. Приоритеты наше все. Я знаю то, что многие игроки все ждут релиза Genshin Impact на Switch'е. И есть некоторая хорошая новость именно для вас. Если посмотреть на последний ролик презентации версии 2.7, то там внизу будет написано то, что также поддерживается на Nintendo Switch. Возможно, разработчики начали более активно работать в сторону версии на Switch'е. И лично я это движение прям очень сильно поддерживаю. На Switch'е имеется достаточно большая аудитория, которая с удовольствием поиграет во фритуплейный проект и с удовольствием занесет денег большой N, а также нашим разработчикам. Знаю, конечно, то, что комиссия в магазине eShop'е достаточно адская и, возможно, цены там будут еще больше, чем есть у нас. И разнообразные игроки просто пойдут на официальный сайт донатить оттуда и большая N ничего с этого не получит. Но чем больше игроков играет Genshin Impact, тем лучше. Скорее всего, кстати, вполне было бы логично анонсировать анонс-версии для Nintendo под выход патча 3.0. А чем вам не совмещение разнообразных рекламных и маркетинговых акций? Вот, видите, у нас выходит Сумеру, а также релиз на Switch'е. Было бы достаточно круто. Если тебе скучно одному играть Genshin Impact, то у меня для тебя есть идеальное предложение. У меня есть Discord-сервер, в котором очень дружные и общительные ребята. Заходи туда, там просто топ. Если хочется просто пообщаться, то есть Telegram-чат. И там тоже общаются очень крутые ребятки, которые созваниваются, играют в Genshin и в другие игры. Ну и, конечно же, есть Boosty, если ты хочешь поддержать каверы Аркадии. Есть VK. Все-все есть. Ссылочки на все мои соцсети будут в описании. Обязательно переходи и подписывайся, чтобы получать больше контента от меня. А так, на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова